Трудные места описания В церкви Кенхрейской. Ну, Кенхрей — это довольно просто, всего лишь порт города Коринф, такой пригород его, значит, там была своя церковь, христианская община, Коринфская община к тому же Павлу была близка, Кенхрей совсем рядом, ну, и, видимо, он ее там отправляет в Рим, да, и каким-то образом она ему помогает. Что такое диаконисса? Диаконисса, а как же насчет того, что женщины не бывают священнослужителями, а что у них еще и пресвитересса была, уж совсем страшно себе представить, эпископесса. Нет, такого не было. И более того, слово, которое употреблено здесь, оно вообще-то не имеет отдельной формы женского рода. Вот феминитивы, о которых сегодня мы так много говорим, тоже не всегда и не везде есть. По-гречески диаконос называлась она, но дело в том, что диаконос — это, вообще-то говоря, просто помощник, помощница, да, то есть слово, которое, как некоторые другие слова и греческого, и русского языка, не меняются в зависимости от того, мужчина или женщина является исполнителем этой роли. Так слово диакон по-гречески — это просто помощник. Служитель можно так это перевести, ну, например, так я перевожу служительница церкви кинхрейской. Что это было? Ну, во-первых, это могла быть действительно некоторая особая должность или звание, или роль, как хотите это назовите, потому что, я напомню, в книге «Деяния» описано, когда апостолы поняли, что они не могут заниматься хозяйственными делами, хозяйственными делами, они избрали семерых диаконов для того, чтобы те занимались раздачей пищи и всякими прочими вещами. То есть, возможно, она тоже была назначена вот завхозом, грубо говоря, в этой самой кинхрейской церкви. А может быть, она просто помогала, потому что дальше-то Павел как раз об этом и говорит, что она очень помогала ему, и совершенно необязательно для этого проходить какое-то назначение, рукоположение, иметь особый сан. Ну, бывают такие люди, которые самые простые по своим, что называется, регалиям, должностям, но при этом делают невероятно много. Чаще, кстати, чем наоборот, когда человек, который очень много на себя берет, всяких званий, оказывается, ну, не очень полезно. Так вот, смотрите, значит, получается, что женщины в этой самой древней кинхрейской общине играли довольно большую роль. И не только там. Кого он еще поминает отдельно? Тут много имен, о большинстве из них мы не знаем ничего, но дальше идет Прескилла и Акилла. Это супружеская пара мужчины и женщины. Эпинет, а потом сразу Мариам. Слушайте, он прямо как современные политкорректные авторы строго соблюдает гендерный баланс. Да, один мужчина, одна женщина. Все совершенно четко. Дальше Андроника и Юния. Опять мужчина и женщина. Хотя про Юнию тут есть разные чтения в рукописах. Может быть, это мужчина, Юний. Но вот синодальный перевод берет женский вариант. Потом, правда, женщина становится меньше, чем мужчина. Но на самых первых местах все же, наверное, наиболее важные фигуры. И женщины не пропадают до самого конца. То есть получается, что вот этот лозунг Павла, что во Христе нет ни раба, ни свободного, ни эллина, ни иудея, а везде и во всем Христос, он и про мужчин и женщин. Не то, чтобы они утратили свои гендерные роли. Понятно, что по-прежнему в этом обществе, это все-таки еще очень архаичное общество, мужчины и женщины далеко не равны, социально не равны. Но в церкви они равны, и, может быть, одна из самых ярких примет этого факта, то, что первое и самое подробное – это диаконисса Фива, вот в послании к кремлинам. Спасибо. 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 Спасибо.